Гутеморген всем и добро пожаловать на мой канал. Здравствуйте, друзья! Я, конечно, еще болею, приболела. Сегодня у нас понедельник. Хочу тоже опять на вопросы ответить. И меня, девчата, меня спросили про кисель. Как я варю кисель. Я обязательно покажу, как я варю кисель. Сегодня все вам расскажу, что я оттуда ложу. И можете любую замороженную ягоду туда ложить. Это я как варила детям. Теперь хочу сказать про кофе. Кофе я очень много перепила и пью. И бразильское какое, только я кофе не пила. Я вообще как разбираюсь в кофе. Вот про это кофе сегодня мне тоже написали. Лидия, по-моему. Лида, это вот, вот это вот хорошее кофе. Кафе Кремен, да? Тут только три зернышка. Оно не крепкое. Оно такое, знаете, не как экспрессы. Я, например, по утрам, мне надо обыкновенно, нормально кофе с молоком. А когда я делаю, смотрите. На вот этот мельш кафе, да? Как, я не знаю, как, на него некоторые говорят, американо. Я пью его только в обед. В обед, там могу опять 4 часа, могу потом 8 часов выпить. Вот такое вот кофе, да, именно с молоком. Чтоб вот листик такое было, как бы. Потому что оно не крепкое, его можно хоть целый день пить. А вот такое, которое я добавляю молоком, я вот пью вот именно вот. Сейчас я вам покажу. Вот оно, видите, черное? Такое, не очень, как прозрачное. А экспрессу, если я наливаю экспрессы, у меня муж любит как бы экспрессы. Я делаю экспрессы, да? И я добавляю молоко, оно все равно крепкое. Все равно, это вечером вы его, например, не попьете. Даже вот взять вот этот с пеной, да, которую вы делаете. А вот это вот кофе хорошее. Вот это вот, именно вот красное. Вот, это очень понравилось. Мне еще две пачки есть, я покупала в Лидли. Вот, я даже не знаю, каких они еще есть в магазинах. Они недорогие, по-моему, или 9 ойров с лишним, или 10 с лишним. Не буду точно говорить, потому что я не знаю. Как всегда приходишь в магазин, хапаешь, на цены не смотришь. Только видишь, что редуцирт. Вот, редуцирт, это красная цена, и на раз он как бы бывает тоже на кофе. Вот, так, вроде бы одна все, я и сказала. Ну, теперь смотрите. Вот, это я приготовила, как кисель, буду варить. Сейчас сделаю подальше. Вот так вот, вот наливаю молоко. И что мне по утрам именно вот такое, я бывает две кружки выпиваю, крышки выпивала, сказать. Вот такое, что было, знаете, немножечко такое затемнение. Вот, вот такое вот я кофе пью. И мне по утрам только такое надо. Потом, девчата, хотела сказать, вчера воскресенье было, ну, как всегда, надо что-то готовить. Вчера такой кухон сделал, бисквит такой вкусный, вы не представляете. Прям вообще детям так понравилось. Сейчас. Смотрите, какой. Очень вкусный. Еще три клубнички кинула наверх. Ну, вообще не кидается, как клубнички. Ну, это просто, я уж как от себя. Я люблю такое декорировать что-нибудь. Мне очень это нравится. Вот, потом делала манты. Делала тоже вчера манты. Вон стоит кастрюля. Уже две вот этих съели, вот, а еще одна осталась. Теперь перейдем на... Сейчас включу и здесь свет. На кисель. Тут у меня три литра воды. И стакан сахару. Сахар можете сами брать. Побольше, поменьше, как вы любите, да? Так, первое, что... Я в русском магазине, даже в немецком, есть кисель. Обыкновенный кисель. Вот у меня, вот такой вот, с малиной. Можете любить, тут 240 грамм. Можете полторы пачки добавлять. Если нет, вы добавили, да, развели, как холодной водой. Потом только вливаете, когда кастрюлю вода закипела. Чтоб не было комочков. Еще, девчата, хочу сказать. Если нет у вас еще одной пачки, но у вас есть торт, это загуститель, да? Вот, можете тоже еще туда добавить вашу кастрюлю. Оно тоже очень классная вещь. Вот, когда, например, вот, ну, как оно начало кипеть. Сейчас, теперь покажу вам. Оно, смотри, я не вытащила просто. Просто не вытащила. Сейчас я вытащу. Так, смотрите. У меня есть разная ягода, но это у меня уже пачка открыта. Это клубника. Открытая пачка. И вот эту вот полностью клубнику оставьте, пускай она немножко разморозится. Немножко. И кидайте прям кипящий кисель и дайте минут 10, чтобы она еще как проварилась, и все. И кисель будет у вас готов. Очень вкусно. Я всегда детям варила. С любой ягодой, какой бы ни было, всегда варила. Можете и свежие, и галь какую можно. Вот, девчата, я вытащила ляшечки. Не знаю, манты есть, но мне надо обязательно что-то варить. Хочу в духовке сделать. Замариновать и сделать что-нибудь в духовке. Вот. Ну вот. Потом, когда кисель сварю, я вам покажу, как это все делать. Но я думаю, все равно знают, как делать. Ну, объясню. Раз я сказала, я отвечу на ваши вопросы. Я обязательно объясню. Девчата, смотрите. Я уже с пачки сюда высыпала. Вода моя уже кипела. Кипела. Я сделала на медленный огонь. Сейчас надо вытяжку включить. Может быть, не будет слышно, чтобы пар уходил кверху. Смотрите. Хорошенько взбивайте, чтобы не было комочков. И там хорошенько помешивайте. Ну и все. Сейчас я буду добавлять. Смотрите. Я добавляю. И отсюда же беру, вот так вот водичку делаю. Вот и все. Сейчас буду мешать. Так. Вот и все. Теперь помешиваем. Чтобы она загустела у нас. Потом добавляем любую ягоду. И пробуйте, конечно, хватает вам сахару, не хватает. Потому что я люблю сладкое. У меня дети любят сладенькое. Ну, не такое прям приторное, но чтобы немножко сладковатое было. Потому что ягода это кислое. Так. Что тут у меня? Чтобы не было, надо быстро мешать. Вот она начинает. Видите, как делается? Вот она на ложке остается. Хорошенько мешайте снизу прям. Вот уже густеет. И начинает прозрачным становиться наш кисель. Вот уже мало осталось. На ложечке, видите, наконечки. Все. Дадим закипеть ему. Начинает кипеть. Сильно густой. Можете... Сейчас, оговорилась. Сильно густой. Как бы мы не любим, да? Тоже скажу вам, как бы, что это... Раньше я делала кисель. Сильно такой густой. Но это я по чашкам наливала, по блюдечкам. У меня тут всякие разные размером блюдечки вот такие. Вот я наливала. Туда ягоду с любых банок ложила. Ну, как такое вот. Очень, ну, как дети мои любили. А сейчас просто такой кисель жиденький варю. И он когда остынет, и вот в бутылку наливаю, и вот пьем. Так, теперь еще поменьше сделаем. Чтоб он у нас хорошенько покипел. Он у меня уже вовсе кипит. Добавляю замороженную клубнику. И дайте еще минут 10, так вот, да, 12 минут покипеть, чтоб клубника ваша там разморозилась. Вот оно. Потом, девчата, наливаю бутылку, покажу. Поверьте, сейчас как раз вот такой вот кисель, он нужен зимой. Не всякие такие соки пить. В этих соках непонятно что. Теперь посмотрите. Смотрите, какой прозрачный стал. Красивый. Вот такой вот мой кисель. Можете побольше ягодку сделать. А можете ее, если сильно крупно. Но в пачке бывает, да, это правда. Бывает большая, бывает маленькая попадается. Большую, мне кажется, надо разрезать. Вот у меня вот самая большая. Но я ее, по-моему, сейчас сразу и съела. Ну вот, мой вкусный, как вы говорите, необычный кисель. Я даже не помню, в каком видео я его выставляла. Но мои подписчики, они молодцы. Все смотрят, все просматривают. Вот мой вкусный, как вы говорите, необычный кисель. Готов. Вот он какой. Малинкой пахнет, потому что у меня вкус малины был в пачках. Вот он такой вкусный. Тут клубничка. Он еще у меня горячий. Думаю, сделаю сразу вам видео, а потом уже сниму эту крышку. Пирог я вам рассказывала, вчера делала. Очень легкий. Стакан простокваш или йогурта у вас есть. Два яичка. Ложечку соды или у вас разрыхлитель. 100 грамм сахару. Как всегда можете по вкусу, потому что этот рецепт я знаю уже давно. Три ложки какао и 40 грамм подсолнечного масла. Все сбили и в духовку. Вот, посмотрите, как он поднимается. Наверх, конечно, можете любую шоколад делать. Вот у меня был там, пачки у меня уже оставался этот шоколад. Я вот наверх этот делала. Можно было белый сделать. Может просто белый какой-нибудь крем такой, знаете, со сливок сделать. Он очень, посмотрите, прям вот очень вкусный. Хорошо поднялся шоколадный этот, сам по себе этот пирог. Ну вот, вроде бы все сняла. А то вы сказали, влогов нету. Но и вчера только не было, потому что я приболела, поэтому как бы и не было. А у меня, девчата, муж уже на даче в субботу все посеял. Травку без меня посеял. Еще распахал землю. Все там пересеял. Вот надо идти на проверку. И жду, когда будет погода. Такая более-менее. И надо маяканы выкапывать, потому что погода у нас уже все, уже холодная. Сегодня, сейчас у нас плюс 11. По утрам у нас уже 4-5 градусов. Ну, она прыгает температура все равно. Вот. Ну, хорошего вам дня. У кого вечер, хорошего вам вечера. Всем пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok